С июля меняются правила удержания денег с банковских счетов граждан. Итак, с 1 июля вступает в силу поправки закон об исполнительном производстве. Как известно, закон сейчас гарантирует должникам сохранение дохода, зарплаты, пенсии и т.д. на уровне прожиточного минимума, утвержденного для трудоспособного населения по России в целом или по региону для соответствующей группы населения, если он выше федерального. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Напомним, с февраля этого года должники могут подавать заявление судебному приставу, чтобы при удержании денег им обеспечили минимальный доход. Статья 69 Федерального закона номер 229. Но в то же время закон позволяет направить исполнительный документ о взыскании денег со счета должника не в приставу, а в банк, где у должника открыть счет, чтобы тот удерживал деньги напрямую. Статья 8 того же закона. В таком случае подавать судебному приставу заявление о сохранении минимального дохода бесполезно, так как он не участвует в этом исполнении. Но с июля у должников появится возможность освободить свою зарплату, пенсию или иной доход, поступающий на счет от удержания банком, подав ему соответствующее заявление. Важно! Правило о сохранении прожиточного минимума применимо лишь к одному банковскому счету. И банк обязан его выполнить, проставив отметку об этом на исполнительном документе. А вот для ПФР и других организаций, удерживающих долги напрямую по исполнительным документам, пока ничего не меняется. Закон не предусматривает возможность подачи им заявления о сохранении минимального дохода. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале «Приоритеты». Обязательно подпишитесь и следите за множествами в законодательстве. Ссылка в описании. И расставляйте приоритеты правиля. Сначала знания, потом действия.